всем доброго дня меня зовут надежда я рада приветствовать вас у себя на канале сегодня покажу вам как вяжется вот такой ажурный узор выглядит очень эффектно будет смотреться неплохо на тонкой пряжи в принципе можно использовать и пряжу более потолще раппорт узора составляет в ширину 38 петель в высоту 12 рядов в эти 12 рядов в высоту входят как лицевые так и изнаночные петли если интересен вам такой узорчик оставайтесь со мной а я подробно покажу как он вяжется на спицы самым обычным способом длинный хвост мы набираем 40 петель в эти 40 петель входят 38 петель раппорта рисунка и две петли кромочных набрали нужное нам количество петель разворачиваем вязание на изнаночную сторону и теперь мы провяжем установочный первый ряд провяжем мы его изнаночными петлями в дальнейшем в раппорте рисунка он у нас учитываться не будет провязываем данный ряд полностью изнаночными довязали первый установочный ряд до конца разворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем первый лицевой ряд первую кромочную петлю мы снимаем 2 петли изнаночных 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 1 накид 1 петля изнаночная 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево 1 петля изнаночная 1 накид 3 петли лицевых 3 петли вместе одной лицевой петлей 3 петли лицевых 1 накид 1 петля изнаночная 2 петли вместе 1 петля изнаночная 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 1 накид 1 петля изнаночная 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево 3 петли изнаночных последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей разворачиваем визнание на изнаночную сторону вяжем изнаночный ряд первую петлю снимаем 3 петли лицевых 5 петель изнаночных 1 петля лицевая 5 петель изнаночных 1 петля лицевая 9 петель изнаночных 1 петля лицевая 5 петель изнаночных 1 петля лицевая 5 петель изнаночных 2 петли лицевых последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей и разворачиваем вязание на лицевую сторону вяжем второй лицевой ряд первую петлю снимаем 1 петля изнаночная 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 1 накид 3 петли изнаночных 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево 9 петель изнаночных 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево 3 петли лицевой 3 петли лицевых 1 накид 3 петли изнаночных 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево 2 петли изнаночных последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей и разворачиваем вязание на изнаночную сторону изнаночный ряд вяжем так как смотрят петли накиды мы провязываем в изнаночном ряду изнаночной петлей вяжем 3 лицевой ряд первую петлю снимаем 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 1 накид 5 петель изнаночных 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево 7 петель изнаночных 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 1 накид 5 петель изнаночных 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо ли влево точнее 1 петля изнаночная последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей разворачиваем вязание на изнаночную сторону изнаночный ряд мы провязываем так как смотрят петли лицевые петли провязываем лицевыми в изнаночном ряду изнаночные изнаночными накидом и также провязываем изнаночной петлей вяжем 5 лицевой ряд в пятом лицевом ряду мы провязываем 2 вместе петли с наклоном вправо вместе с кромочной одну кромочную петлю берем и одну рядом стоящую и провязываем их 2 вместе вот эти петельки 1 лицевой провязали 3 петли лицевых 1 накид 1 петля изнаночная 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 1 накид 1 петля изнаночная 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 5 петель изнаночных 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 1 накид 1 петля изнаночная 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 1 петля изнаночная 1 накид 3 петли лицевых последние 3 петли вместе с кромочной петлей мы провязываем 3 вместе 1 лицевой петлей вместе с кромочной если вы вяжете больше раппортов нежели один как я у вас получится далее по рисунку следующего раппорта то есть после вот этих 3 петель вместе у вас получится вы дальше вяжите 3 петли лицевых и далее по рисунку не захватывая вот эти кромочные 2 вместе разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд так как смотрят петли изнаночные петли вместе с накидами мы провязываем изнаночными которые у нас в изнаночном ряду лицевые вот они мы их провязываем лицевыми петлями вяжем 5 лицевой ряд первую петлю снимаем 4 петли изнаночных 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевых 1 накид 3 петли изнаночных 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 3 петли изнаночных 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевые 1 накид 3 петли изнаночных 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 4 петли изнаночных последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей разворачиваем вязание на изнаночную сторону изнаночный ряд вяжем так как смотрят петли вяжем 6 лицевой ряд он же заключительный высоту раппорта нашего узора первую петлю снимаем 3 петли изнаночных 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевые 1 накид 5 петель изнаночных 1 накид 3 петли лицевых 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 1 петля изнаночная 2 петли лицевой 1 лицевой с наклоном вправо 3 петли лицевые 1 накид 5 петли лицевые 1 накид 5 петель изнаночных 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево 3 петли изнаночные последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей и разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и довязываем изнаночный ряд он же тоже у нас 6 высоту расшива раппорта довязываем его так как смотрят петли лицевые провязываем лицевыми петлями изнаночные петли включая накидом и провязываем изнаночными петлями на данном этапе вязания мы провязали с вами один раппорт рисунка в высоту что составило у нас 12 рядов из них 6 рядов лицевых и 6 изнаночных и 38 петель в ширину далее высоту раппорт узора вы можете вязать столько раппортов сколько нужно вам отталкиваясь от плотности вашего вязания уже за кадром я провязала 2 раппорт высоту дабы наглядно показать вам как становится узор более эффектно он будет выглядеть если к основной пряжи добавить пайетки либо можно связать изделие с пряжей с люрексом в принципе попробуйте поиграть с пряжей с ее составами с пайетками либо без посмотреть как вам понравится больше на сегодня у меня все спасибо за внимание и пока